Всем привет, вы на канале Теслаб. Сегодня решил уже снимать в студии немного. И сегодня хотел бы поднять такой вопрос, который мне очень часто задают в личных сообщениях ВКонтакте, пишут на почту. Вопрос это касается, почему фары H4 так слабо светят. Основная тема, это люди конкретно называют свою марку автомобиля и говорят, что фары не светят, что с этим можно сделать. По поводу того, что с этим можно сделать, я скажу чуть позже, а давайте я отвечу на вопрос, в чем проблема плохого света от этих фар. Итак, вы видите вот сейчас яркого представителя фара H4, в данном случае это фара от Solaris, у нее большой отражатель, он всегда один. В случае с лампами H7, H11, HB4, HB3, там раздельный свет ближней дальней, в случае с фарами H4 отражатель всегда один. Правда он всегда достаточно большой, как правило больше, чем лампы H7, но светят эти фары значительно хуже. Значительно хуже фар, у которых разнесены отражатели ближнего и дальнего света, и сейчас я объясню почему. Ребят, все дело в чем? В том, что подобные фары используют лампу H4. Она, в общем-то, самая дешевая, имеет стандартную мощность на ближнем свете 55 Вт, дальний свет 60 Вт. И, казалось бы, какая разница, 55 Вт в лампе H4 и 55 Вт в лампе H7 должно светить примерно одинаково. Но почему же вот эти лампы всегда будут проигрывать вот этим? Все дело в чем? Когда разрабатывали данную лампу, конструкторы решили ее сделать двухрежимной. Почему двухрежимный? Ну, то есть ближний и дальний свет они решили совместить в одной лампе и, соответственно, использовать вот для этого один отражатель. И вот в этом решении как раз и заложена основная проблема вот этих фар, которая значительно снижает световой поток по сравнению с фарами на лампах H7. Смотрите, в чем ситуация. Лампа имеет две спирали. Повторюсь, спираль ближнего света, спираль дальнего. И если вы внимательно посмотрите на лампу, вы увидите, что спираль ближнего света, она находится ближе к концу лампы. Вот она закрыта такой тарелочкой, она закрыта такой тарелочкой, причем тарелка вот эта, она полностью закрывает весь свет, который идет от спирали вниз. Для чего это сделано? Опять же повторюсь, для того, чтобы на одном отражателе получить и ближний и дальний свет, нужно каким-то образом формировать четкую светотеневую границу. И инженеры решили просто, они сделали как? Давай мы решили, что давай мы закроем нижнюю часть полностью отражателя, вот этой тарелкой, которая будет препятствовать прохождению света от спирали вниз, чтобы этот свет, отразившись от отражателя, не шел вверх и не шел в глаза в трещину. Поэтому они взяли и закрыли полностью нижнюю часть спирали, чтобы свет шел только вверх и отразившись от верхней части отражателя, шел уже только на дорогу. Вот такое простое решение и, грубо говоря, повлияло на то, что светодача от этих ламп, она довольно-таки маленькая. Она довольно-таки маленькая, объясню почему, если кто еще не понял. Ну, во-первых, мы берем половину спирали, просто, грубо говоря, не используем. Мы ее закрыли вот этой специальной тарелкой и, грубо говоря, свет от половины спирали до отражателя у нас просто не доходит. Если вы посмотрите на включенный ближний свет на фарах H4, вы увидите четко, вот насколько сильно отличается освещенность верхней части отражателя и нижней. То есть, по факту, мы получаем от спирали в 55 ватт только половину света и также свет, который у нас только половина идет от спирали, мы направляем только, ребят, на половину отражателя. Представляете, только на половину. То есть, из всего вот этого отражателя у нас работает только половина. Вот в результате вот этих решений, которые, может быть, были и актуальны на момент проектирования и начала производства вот этой данной лампы. Может быть, они были актуальны и инновационны, но сейчас они уже полностью устарели, потому что КПД лампы накаливания, ну и ее разновидности в виде галогеновой лампы, он и так достаточно мал. Потому что мы знаем, что есть источники гораздо с более высоким КПД, это ксенон, светодиоды. Так мы еще и сознательно, грубо говоря, обрезаем половину светового потока с помощью вот этой тарелки, которая стоит в лампе и полностью, грубо говоря, ухудшаем еще и без того, так сказать, нефантастические показатели от галогена. Вот именно с этой проблемой связана основная причина, почему фары H4 светят достаточно посредственно. Даже на новых автомобилях люди жалуются, потому что изначально проблема вот именно в самой конструкции лампы и в самой конструкции фары. В случае же с лампой H7, как мы видим, никаких тарелок нет, ничего, то есть свет распространяется на 360 градусов и ему ничего не мешает. Поэтому при той же самой потребляемой мощности от лампы H4 55 Ватт и от лампы H7 55 Ватт, лампа H7 дает гораздо более высокий световой поток. И там еще ситуация такая, там работает весь отражатель, то есть если вы посмотрите на лампу H7, вы увидите, что отражатель будет ярким засвеченным вот именно весь, не половина его, а целиком. То есть КПД фары в случае с лампой H7 значительно выше. Ну и коль уж я теперь вам полностью дал расклад, почему эти фары достаточно плохо светят, давайте подумаем, как это можно исправить. Первый момент, это использование вот этих лампочек, у которых вот тарелка, она сделана из более отражающего материала, то есть видно, что на более дорогих лампах, она, скажем так, материал вот этой тарелки, он сделан чуть более отражающим, чтобы как можно больше света отражалось от нее и все-таки шло на верхнюю часть отражателя. Это первый момент, но в общем-то это и применяется отчасти вот именно в пульсовых лампах, за счет этого и достигается некое увеличение освещенности. Второй более глобальный способ, как можно улучшить свет данных фар, это полностью уйти от вот этой конструкции H4 и поставить в эту фару линзу. Там, в общем-то, тоже есть проблема, что шторка, как правило, перекрывает где-то половину отражателя, но там хотя бы сделано так, что лампа, которая стоит в этой линзе, она светит во все стороны, там нет никаких конструкций, которые ей заграждали бы свет. И, ребят, есть еще один способ улучшения света на подобных фарах, он связан, в общем-то, с особенностями, опять же, этой лампы H4, то есть там, наоборот, берется вот этот недостаток и он используется. Как это можно использовать? Смотрите, с учетом того, что у нас спираль в обычной лампочке светит на 360 градусов, но половину этого светового потока мы тупо не используем, вот за место таких ламп очень выигрышно смотрятся светодиодные лампы. Там светодиоды как раз светят примерно по подобному принципу. У них в одну сторону большой световой поток, а в противоположную сторону светового потока практически нет. Вот за счет этого светодиоды очень выигрышно смотрятся вот в фарах именно H4. Они дают, грубо говоря, максимальную прибавку и в 2-3 раза можно легко улучшить свет, именно за счет того, что вот этот недостаток обычной галогеновой лампы в случае со светодиодной лампой превращается в очень серьезное достоинство. В общем-то, об этом я в этом видео примерно год назад рассказывал и, собственно, кому надо, пересмотрите. От себя могу сказать, что есть светодиодные лампы, которые выглядят как галоген на данный момент. У них установлены светодиоды более теплого свечения и визуально они будут выглядеть исключительно как галоген. Вот хотел бы такие светодиодные лампы на данный момент порекомендовать тем, кто хочет вот как-то улучшить свет и исправить недостатки вот этой конструкции без вмешательства хирургического путем замены сюда линз и установки линз. Ну, чтобы вы сильно не напрягались и не искали ссылку на светодиодные лампы вот именно с теплым свечением, как у галогена, я оставлю в описании. Надеюсь, что теперь причина плохого света фар H4 и вот подобных фар вам теперь ясна. Поделитесь этим видео с соседом, у которого фара H4, который до сих пор находится в поисках супер-пупер ярких ламп и никак не поймет, почему же его фары не светят. Может быть, эта информация будет ему полезна. Если она была полезна вам, то ставьте лайк. Если была бесполезна и, в общем-то, вы не узнали ничего нового, то ставьте дизлайк. Ну, а с вами был, как всегда, Андрей Финашин и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok